Когда нам сказали, что у нас будет удаленное обучение, мы сначала думали, что это будет что-то ужасное, потому что мы вообще не представляли, как это будет, и мы думали, сейчас мы будем все 9 уроков, сколько у нас там в день мы будем сидеть, все уроки в скайпе, голова будет болеть от нагрузки, но на самом деле все оказалось совсем не так. То, что сейчас происходит, это даже намного лучше, чем ходить в школу, потому что времени хватает на все, материал усваивается тоже хорошо. Конечно, скорее всего, учителя нас немножко жалеют в силу того, что мы 12 класс, и что у нас такая вот ситуация, что надо резко учиться дома, но удаленное обучение это на самом деле очень хорошая возможность, по крайней мере для старших классов. Учителя нам дают задания на неделю вперед, то есть мы можем в принципе сделать все в понедельник, и там иногда созваниваться с ними в скайпе, когда они нам говорят, что это нужно, и при этом всю неделю мы можем в принципе отдыхать, и у нас хватает времени на свои домашние дела какие-то, мы можем дополнительно позаниматься, потому что скоро экзамены, и времени реально стало хватать на все. А, то есть мы, короче, с Полиной тут типа в роли учителей. Хорошо, с какого момента непонятно, с самого первого. Вы все поняли, как найти эту А? Хорошо, у тебя радиус есть маленький уже? Регина, ты поняла, как найти эту А? Хорошо, так, нет, подожди, нет, ты путаешь, это же равносторонний треугольник, и будет формула опять Р равно А корней из трех, деленное на 3. Все понятно, да, да, просто напополам надо поделить, потому что это же объемная фигура. Все поняли Полину? Подожди, а В, С откуда мы знаем? А, так мы только что А вычисляли, А это и есть сторона. А-а-а, да. А это А. Ага. У нас треугольник, и там все стороны равны. А-а-а, ну так-то понятно теперь. Мне кажется, что конкретно в нашей школе учителя подготовились очень хорошо, потому что у нас есть расписание на всю неделю, и вот, например, у нас каждый день есть урок по скайпу по математике, она нам включает электронную доску и прям все расписывает, рассказывает, она нас спрашивает, то есть нет такого, что учитель просто рассказывает, и все. Она спрашивает конкретных людей, которые знают, что послабее, кого-то посильнее, и она делает акцент на этом. Другие учителя не все время создают нам уроки по скайпу, но они нам высылают задания, и в то время, когда у нас по расписанию урок, мы можем спокойно им звонить, индивидуально с ними общаться, то есть они, в принципе, сами заинтересованы в том, чтобы мы что-то узнавали, чтобы мы все понимали, и я заметила, что наши одноклассники действительно пользуются этой возможностью, если у них какие-то вопросы, они созваниваются в скайпе, они общаются с учителями в скайпе, кидают свои конспекты на проверку, и если в школе сложнее во время урока, например, объяснить кому-то послабее что-то, то сейчас у нас вот урок проходит немножко быстрее, и мы можем созвониться с одноклассниками отдельно и рассказывать друг другу, как решить, или что это за тема вообще такая, то есть у нас даже класс как будто дружнее стал, и поддержка идет не только со стороны учителя, что она там объясняет, помогает, поддерживает, но и в классе мы стали как-то больше общаться, мы можем просто теперь болтать по скайпу, там подтягивать друг друга, потом переключаться на какие-то там масштабные темы, потом опять о личном каком-то, то есть есть такое ощущение, что даже двоечникам будет сейчас немножко легче, потому что возможность учиться дома помогает больше усваивать материал, ну мне, по крайней мере, это кажется. А мне, я не знаю, мне классно, мне все сейчас нравится. Так это вообще наша окружающая среда, это очень поможет, потому что сейчас все фабрики закрылись, да-да-да-да. Это... Полина, Полина, ты собаку сняла? Но стоянно. Продолжение следует...